Всем привет! Сегодня вместе с вами снова готовим обед. Я это видео буду называть готовим обед, но на самом деле вы же сами понимаете, что эти блюда можно также использовать для ужина. Достаточно такое некалорийное блюдо, на мой взгляд. Будем использовать сегодня кабачки. У меня здесь 400 грамм куриного бедра без костей. Я пропустила уже через мясорубку светлого цвета, потому что пропускала еще полностью не разморозилась. Также у меня здесь 80 грамм натертой морковки, 80 грамм репчатого лука. И здесь уже я просто нарезала мякоть кабачка. Также специи по вкусу и нам еще понадобится тертый сыр. Итак, хочу вам показать, как кабачок я беру. Вы можете почистить. Я стараюсь кабачок не чистить, но когда есть вот такое, допустим, что-то похожее на подгнивание, то, конечно, это лучше убрать овощечисткой. Сейчас просто не хочется мне ее искать. Разрезаю напополам и ложкой вычищаю вот эту мякоть, где должны быть семена. Мякоть не выбрасываю. Я ее нарезаю кубиками и буду добавлять в начинку. Вот так получается. Так, также можно такие кабачки готовить бочонками. То есть, к примеру, вот такой вот средний кабачок делите на три части. И также ложкой, только уже чайной, вынимаете сердцевинку. Только смотрите, чтобы осталось у вас немного дно оставить. Вот. И потом вы можете просто овощную начинку сделать, либо только мясную. Но у меня сегодня вот такая курино-овощная заправка. Ну и все. Потом просто-напросто я нарезаю эту мякоть кубиками. Вот. Например, если вдруг вы готовите кабачковую икру или, к примеру, делаете рагу, то можно вот эту мякоть использовать в рагу. Но я рагу не буду готовить. Сейчас вот это все нарежу и покажу вам, что я буду дальше делать. Буду использовать три кабачка, потому что они у меня вот в этот противень помещаются. Смазываю немного маслом. И укладываю кабачки. Так. Вот так у меня будет. Они немножко ужарятся еще. И будет как раз нормально. Так. Посолить. Чуть поперчить. Ставлю кабачки в разогретую духовку где-то минут на 10-15. Духовка у меня разогревается до 200 градусов вверх-вниз. Вы, как всегда, смотрите по своей духовке. Они должны стать кабачки совсем немножко мягкими. Буквально чуть-чуть. Тем временем мы будем с вами готовить начинку. Как я уже ранее сказала, у меня 400 грамм фарша из куриных бедер. Но, скорее всего, его будет очень много. В любом случае, я все эти ингредиенты смешаю. И потом, может быть, какие-нибудь такие тефтельки приготовлю тоже в духовке под сыром. Поэтому фарш не пропадет. Первым делом на сковородке обжариваю лук. Затем буду обжаривать морковку. И только после морковки кабачок. В фарш добавляем молотый кориандр. Но, как я всегда говорю, можете его не добавлять. Я просто люблю. В форме молотый перец. Чеснок сушеный. И соль по вкусу. Добавляю овощи. В итоге 20 минут простояли кабачки. И теперь начинку выкладываю вовнутрь. Не жалейте, можно с горкой. Вот так вот ложкой раскладываю. Вот что у нас получилось. Совсем немножко. Наверное, буквально 2-3 ложки осталось. Вот так вот. Фарш как раз на тот кабачок, который я не использовала. В общем, если вы будете брать 4 кабачка, то это идеальное количество ингредиентов. Ну, а остаться, конечно, может всегда. Ставлю в духовку. Буду смотреть по кабачкам. Мясо, понятно, что приготовится. Кабачки я люблю, когда они немножко поджарены. Думаю, минут на 30 точно в духовку убираю. Минут за 5 до готовности посыплю это все тертым сыром. Можно также еще тертый сыр смешивать с майонезом, либо со сметаной. Добавляет также туда специи. К примеру, свежий чеснок. И сверху делать такую сырную шапочку. Ну, а я буду просто сыром посыпать. Из того фарша, который остался, я решила приготовить такой вот блинчик. Сейчас накрою его крышкой. В общем, я в начинку добавила одно яйцо, буквально пол столовой ложки муки и немного тертого сыра. Сейчас закрою это все крышкой. Пусть потихонечку готовится. И, возможно, потом перевернем. Так что решила вот так по-быстрому выйти из положения. Я уже, конечно, половину блинчика съела. Но вот что осталось. И просто, знаете, это вкусно. Кабачки практически готовы. Вот так ножом пробую. Они уже мягенькие. Я сейчас установила, чтобы снизу немножко они подрумянились. И сверху просто конвекция. Так, и посыпаю немного сыром. Муж тоже блинчик этот оттенел, говорит, вкусно. Ну, потому что сама по себе начинка сочная, вкусная. Соответственно, и блинчик такой же. Все, убираю буквально на 5 минут. Но в общей сложности у нас полчаса стояло это в духовке на конвекции. При 200 градусах. Ну что, дорогие зрители, смотрите, что у нас получилось. В нашей семье такие лодочки из кабачков очень нравятся. Также мы готовим лодочки из баклажан. И если вы вдруг не знали о таком рецепте, готовьте. Я думаю, что вам понравится. Дорогие друзья, если вам нравятся рецепты, ставьте этому видео пальчик вверх. Поддержите наш канал. Также подписывайтесь. А мы обязательно увидимся с вами в новых видео. До новых встреч. И всем пока-пока.